Друзья, приветствуем вас на канале Криптокоммонс и в сегодняшнем выпуске Ньюсблог Крипто. Ружа Игнатова, создавшая одну из крупнейших финансовых пирамид в мире и входящая в топ-10 самых разыскиваемых преступников ФБР, была замечена в престижном районе города Лондон. Дело о банкротстве FTX вскрывает новые подробности о кредиторах, среди которых есть такие гиганты, как JP Morgan, Golden Saks, American Airlines, New York Times, Netflix и Apple. Итог судебной тяжбы XRP против SEC будет предрешен на последних слушаниях дела LBRY против SEC. Компания Amazon планирует выпустить свою коллекцию NFT этой весной. Индекс страха и жадности достиг отметки «Жадность» впервые за 10 месяцев. Доля биткоинов, находящихся в убытках, сократилась до 9-ти месячного уровня и составила 32%. Криптовалюта TONE присоединилась к биткоину и эфиру и стала третьей криптовалютой с опционной торговлей. И в заключении выпуска мнения экспертов о ситуации, происходящей на рынке. Оставайтесь с нами. Итак, 42-летняя Ружа Игнатова, уроженица Болгарии, недавно была замечена в центре Лондона. Криминальную известность Ружа получила благодаря созданию одной из самых крупнейших финансовых пирамид в мире – OneCoin, размером в 4 миллиарда долларов. Обещая своим инвесторам от 5-ти до 10-ти кратной прибыли, она их называла «идиотами» и «сумасшедшими». Последние 5 лет о ней совершенно ничего не было известно, а сейчас она спалилась благодаря тому, что пыталась продать свой дом и недавно вышедшему закону, согласно которому юристы, представляющие клиента, обязаны выяснять конечного бенефицара. Ружа является в списке ФБР из топ-10 самых разыскиваемых преступников во всём мире. И за любую информацию, которая приведёт к её поимке, ФБР назначила вознаграждение в 100 тысяч долларов. Дело о банкротстве FTX обрастает всё новыми подробностями. Недавно стало известно, что в списке компаний, которым FTX должна деньги, находятся крупнейшие мировые компании, такие как JP Morgan, GoldenSax, American & United Airlines, New York Times, Wall Street Journal, Netflix, Apple, Meta и даже финансовые компании, как Deutsche Bank и HSBC. Размеры долгов не уточняются, но согласно 116-страничному документу, содержащих тысячи компаний, есть основания полагать, что совокупный долг порядка 3 миллиардов долларов формирует первые 50 топ-кредиторов. Дело SRP против SEC, развязку которого ждёт практически всё крипто-сообщество, очень зависит от результатов другого дела – LBRY против того же SEC. Всё дело в том, что решение суда в данном деле повлияет на позицию, которую отстаивает XRP, защищаясь против SEC. Всё дело в том, что у SEC претензии к LBRY и их токену LBC аналогичны претензиям к XRP. И если у LBRY получится защитить свою позицию, согласно которой их токен LBC не является ценной бумагой, то созданный прецедент станет очень мощным аргументом в защите XRP. Amazon этой весной вероятно запустит свою коллекцию NFT. Технологический и торговый гигант в своём интервью BlockWorks источник сообщил, вход Amazon в крипто-пространство является очень крупным событием по многим причинам. Мы знали, что это возможно, но теперь это происходит. Это повлияет и уже на существующих игроков, если они всё будут делать правильно и аккуратно. Согласно источнику, запуск NFT-коллекции ожидается в апреле этого года. Индекс страха и жадности впервые за 10 месяцев оказался у отметки «жадность». Последний раз он находился в зелёной зоне в марте 2022-го, а сейчас он её достиг по мере того, как цена биткоина зафиксировалась на уровне 23 000. Как мы знаем, индекс страха и жадности является композитным показателем, характеризующий настрой инвесторов на рынке. Последние 10 месяцев он колебался у отметки «страх» и «экстремальный страх» в связи с образовавшимся очень затяжным медвежьим рынком. Но насколько устойчивым окажется движение в зелёную зону? Последние отчёты индекса потребительских цен и базовой инфляции рынка в США говорят о том, что инвесторы реагируют крайне положительно на данные результаты. И несмотря на то, что текущее ралли называют «медвежьим», то есть вскоре заканчивающимся с откатом до начала, ценовая динамика последних дней говорит об обратном. Быки возвращаются и, похоже, сдаваться не собираются. Энтони Скорамуччи, основатель SkyBridge Capital, недавно высказал своё мнение, что ФРС очень скоро остановится в поднятии ставок. Напомним, что по недавним опросам рынок ожидает поднятия ставки на уровне 25 базисных пунктов. И ещё одна позитивная новость для биткоина. Количество монет, находящееся в данный момент в убытке, оказалось на самом низком уровне за последние 9 месяцев и составило 32%. Это означает, что из всей имеющейся в обращении массы монет, только у 32% цена на момент последнего движения была ниже текущей рыночной цены. О том, кто является их держателем, краткосрочные спекулянты или приверженцы-ходлеры, вы сможете узнать в нашей скорой публикации перевода GlassNot. И очень интересные новости от токена TON. Он стал третьим в списке криптовалют, имеющих возможность опциональной торговли. Такую возможность сделала криптобиржа BIT, предоставляющая услуги такой торговли. Важно обратить внимание, что данный токен, запущенный компанией Telegram Павла Дурова, показал очень хорошие результаты за прошедший 2022 год. Несмотря на очень тяжелый и кровавый медвежий рынок, во второй половине года токен показал 200% прирост. Крупнейший инвестор экосистемы TON DWF Labs и являющийся партнером BIT, инвестировал в платформу 10 миллионов долларов, обещая инвестировать больше. Деньги будут направлены на поддержание более 50 проектов в течение 2023 года. Напомним, что The Open Network TON изначально называлась Telegram Open Network, а ребрендинг проекта и вывод актива в Telegram был вызван начавшимся разбирательством и претензиями комиссии по ценным бумагам и биржам. В своем недавнем выпуске Кевин Свенсон рассказал, что в ближайшее время для биткоина определяющим будет поведение фондового рынка. Индикатор RSI на дневном графике уже вторую свечу подряд закрылся выше даунтренда. Кевин обосновывает свои цели для S&P 500, а также цели для цены биткоина. Давайте послушаем его мнение. Расчет моих целей основан на предыдущих прорывах индикатора RSI и приводит нас к значению 4500. Также с этой целью совпадает и уровень Fibonacci. Это уровень 786, построенный от отметки 4531. Этот уровень, за которым я сейчас слежу. И эта отметка в крайней степени повлияет на цену биткоина, причем в очень позитивном ключе. В случае, если мы достигнем. Так как каждый раз, когда RSI пробивает даунтренд, биткоин прирастает на более чем 30%. Поэтому если S&P 500 достигнет отметки 4500, то мы можем увидеть биткоин на 30к. Ведущий канала Cryptozoros Джордж Танг делится своей аналитикой о происходящем на рынке. По его мнению, биткоин впереди ожидает определенно лучшие дни. Давайте послушаем. При пересечении 50-дневного EMA сверху 200-дневного EMA образуется очень бычий сигнал. И за два последних случая у нас образовывался 82-процентный прыжок и 670-процентный прыжок. Верно? Обычно это происходит, когда формируется бычье пересечение. И сейчас мы находимся в нескольких шагах до такого пересечения. Возможно, на этой неделе. Это выглядит фантастически. И давайте посмотрим на еще одну ончейн-метрику. Это показатель MVRV. По сути, он нам показывает, насколько биткоин перепродан или перекуплен. Насколько сильны ходлеры. И мы видим, что каждый раз, выходя из зоны с отметкой в ноль, биткоин образует достаточно большое движение вверх. И это происходит только в том случае, когда у биткоина формируется дно. Таким образом, по мнению Джорджа, для биткоина и рынка в целом складывается достаточно позитивная картина. Вкупе с выступлением предыдущего аналитика, а также с остальными новостями по рынку, можно сделать заключение. Ситуация на рынке определенно меняется. А насколько эти изменения сильны для того, чтобы удержать сложившийся противотренд и переломить затянувшийся медвежий рынок, мы с вами увидим в ближайшие дни и поговорим в следующем выпуске. На сегодня все. Мы с вами прощаемся и до встречи в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова